Стартовый матч тура «Ростов-Крылья Советов» ознаменовало появление на трибуне девочки, сильно напоминавшей ребенка, который ищет отца. Я уже и сейчас могу говорить и говорю, и, наверное, не особенно ошибу, что «Зенит» будет чемпионом. Гацук убрал с дороги судью, мешает праздновать. Я всегда знаю все, но футболисты об этом не догадываются. Он к тебе зашел, а у него по лгу строка бегает. Все написано. Здравствуйте. Это «Футбольная столица» с Геннадием Орловым. Программа о любимой игре с петербургским акцентом. 19-й тур Мир Чемпионата России среди команд Премьер-лиги стал витриной приобретений, которые сделали клубы во время зимнего перерыва. Любопытнее всего было взглянуть на тех, кто впервые оказался в России. Среди них обладатели паспортов 16 стран из четырех континентов. Помимо охотно едущих к нам южноамериканцев и африканцев, под флаги клубов РПЛ встали четыре представителя Европы. Два австрийца, боснец и француз. Перечислим тех, кто заранее привлек к себе наше внимание. Первый критерий – финансы. Бразилец Артур в «Зените» самый дорогой из новоприобретенных легионеров – 15 миллионов евро. Спартаковский костариканец Угальде уступил ему в цене 2 миллиона. Алжирец Синхаджи – еще один рекордсмен. За него воронежский факел заплатил аж 30 тысяч евро. Второй ключевой параметр – статус. Зенитовец Нино – центральный защитник сборной Бразилии. Кастанью из Краснодара – игрок стартового состава сборной Колумбии. Приобретенный локомотивом французский защитник Ямси – единственный представитель топ-5 европейских лиг. А вот венесуэлец Кордова, приехавший в Сочи, заинтриговал своей статистикой. В 18 матчах за сборную Венесуэлы этот нападающий забил, внимание, ноль голов. В чем же его козырь? Трое из названных вышли на поле в матче, который поначалу представлялся главным событием тура – Зенит-Спартак. Оправдал ли он свои ожидания? И как показали себя новички? Отправляемся на «Газпром-арену». Сергей Карасев – главный арбитр этой встречи. «Эль Классико» – Зенит принимает «Спартак». Ну и что же получилось? Вот здесь обокрал защитника Касьера, пас назад, под удар, но неточный пас был от Клаудинио. Ну а теперь сразу попытка сыграть на контратаке. Длинная передача. Вендол немножко не похож на себя, дело не только в прическе, но, мне кажется, немножко увеличился в весе. А вот этот эпизод самый яркий, наверное, потому что это мог быть автогол. Эдуард – это неудачно сыграл головой, но Хлусевич спас «Спартак». Вот этот повтор, видите, пересек, не пересек мяч линию, не пересек. Ну, молодец, Хлусевич. Да, а почему нет рядом «Зенитовца»? Кто-то же был с ним рядом. Почему «Зенит» из них побежал к воротам добить этот мяч? Максименко и моментально ищет партнера. Вообще «Спартак» порадовал в этой встрече своих поклонников. Да и не только, в общем, молодцы. Игра-то поставлена, мы сразу это увидели. Абаскаль хорошо работал, хотя не присутствовал на матче. Он же был дисквалифицирован, даже улетел в Москву. Но команду-то он готовил к этой игре. «Зенит» побольше владел мячом. Это обычная система игры «Зенита» на своем поле. А вот это Артур мог отличиться в своем дебютном матче, но не получилось. Вратарь, молодец вратарь. Отбивает, смотрите, реагирует Максименко. А мяч летел под перекладину. И здесь хорошо, смотрите, Максименко, да, в этих эпизодах. Он уверенно играет и очень полезно. Шанс, шанс был сейчас у «Косьера», но удар не получился. Вообще мало голевых-то было моментов и у одних, и у других ворот. Но вот был в конце один, который мог позволить «Спартаку» ввести три очка из Петербурга. Много, конечно, борьбы, но Карасев, в общем-то, справился с этой игрой. Арбитр. Здесь не получается удар. Зиньковский с мячом. И в дальний угол посылает мяч. Но это еще не тот самый момент, который я сейчас рекламирую. Ну, здесь, кстати говоря, если бы он точнее пробил, то мяч мог опуститься в дальний угол. Медина. Подача. И вот этот мяч летел точно в девятку. В правый верхний угол от Адамова. Но он молодец. Выпрыгивает. Сейчас хорошо было видно, да, что именно мяч сверху опускается в ворота. Вот сюда, в угол. Браво, вратарю. Молодец. Вот здесь Бабич опередил. Вот, внимание, к Бабичу-то должно быть особое. Он опередил защитников. А атаки Зенита, в общем-то, выглядели беззубыми. И вот сейчас передача. Вроде сыграл на опережение, да, правильно сделал. Но трудно с этого положения было послать мяч в ворота. Это кассиера был. И вот теперь момент, где прекрасно разыгранная комбинация. И если бы чуть подкручил Игнатов лучше, круче, то мяч мог быть в углу ворот Зенита. Так что вот это тот самый момент, который мог Спартак сделать победителем. И разыгранное было хорошо. В общем, защитники оказались не у дел. Ноль-ноль. Обсудим матч с одним из наших постоянных экспертов. Это заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев. Евгений Серафимович, привет. В Петербурге весна, а в Москве? А в Москве все готовились к матчу. К матчу «Зенит-Спартак». На этот раз мало критики, обороны «Спартака». А Баскаль выстроил правильную игру против «Зенита». Фланги все закрыл. И «Зенит» был, в общем, беспомощен. Ваше продолжение этой темы. Я думаю, что здесь даже не особенно проверена была оборона «Спартака». Понятно, она была настроена. Понятно, что витало в воздухе. И я в том числе говорил. Ну, конечно, «Зенит», наверное, победит, потому что он сильней. Потому что я уже и сейчас могу говорить и говорю. И, наверное, не особенно ошибусь, что «Зенит» будет чемпионом. Но с уходом Малкома немножко все-таки атака поблекла. И в этой игре атака «Зенита» была не очень хороша. «Зенит» не лучший свой футбол играл. И, может быть, еще и поэтому. И это не умаляет как раз заслуги «Спартака». Хотя в очередной раз, если бы Хлусевич не выбил этот мяч с линии ворот, мяч ты этот забивал кто? Дуар. Твой любимец. Да, Дуар. Ты все удивляйся. Почему он до сих пор в основном составе? А он в основном составе. Ну, что сделаешь? Ну, подожди. Ну, Литвинов же там еще есть, который травмирован. Да? Ну, кстати, Зобнин удачно сыграл на месте правого защитника. Ну, все-таки, согласись, защищаться немножко легче, да. Если ты довольно-таки быстрый, если ты опытен, все равно ты как-то читаешь игру, чем атаковать. И здесь все-таки меньше даже движения, вот с краю именно. А не то, сколько он делал объема работы, когда был в опорной зоне. Ну, вот видишь, теперь я понял, почему ты защитником-то играл. Меньше работы. Ты же был защитником, сам крайний. Но когда-то великий человек, великий, я его всегда буду называть великий, мой главный учитель Николай Петрович Старостин сказал, что какой-то великий тренер сказал, что самая важная фигура – это крайний защитник. Ну, в те времена еще. Ну, хорошо. И тогда давай поговорим про атаку. Все-таки вот у Спартака, в принципе, хорошее место сейчас у Спартака. Можно бороться за медали в московском Спартаку. Вот на твой взгляд потенциал атакующих игроков. Ну, видишь, вот все про Угальда говорят, но парень-то интересный. Более того, мне кажется, когда покупаешь игрока из голландского футбола, это уже интересно. Хотя у Спартака есть два примера. Это Дезеуф, который играл в сборной тогда еще в Голландии. И он приехал и в запас засел здесь. И Тиль, вот Тиль, которого очень хвалил. И он же работал там в Голландии с Луцки. Да, он говорил, это очень интересный футболист. И потом он вернулся. И, по-моему, за Фейнор там столько назабивала. Ну, и потом про место тоже голландский футбол. Вот я об этом именно говорю. Что там, оттуда, все равно качественные футболисты приходят. Обученные, качественные. Там хорошая школа. Понятно. Но то, что они вышли с Сашей Соболевым, это, можно сказать, мы увидели впервые. Тут же вопрос не в конкретном человеке. Атака – это все равно развитие атаки от вратаря, если сейчас это модно стало. Но это Ахиллесово-пита наших вообще вратарей, откровенно говоря. Так часто они ошибаются в этом. А и полузащитники, и другое, и третье. У Спартака, вот ведь когда начинался этот сезон, я не говорю про вот сейчасшнее время, а вообще этот чемпионат начинался. Спартак же там просто громил всех, создавал много моментов, откровенно говоря. Оказалось, это единственный у «Зенита» будет конкурент такой за золото. А потом что-то начало куда-то пропадать. И вот теперь опять по новой что-то строится. По большому счету еще. Одна игра, она же только на жилах, на настрой, еще на чем-то может быть. А вот чтобы это было классом уже, это надо какое-то количество времени. Евгений Серафимович, мое мнение, я не знаю, согласишься ты или нет. «Зенит» явно потерял два очка, даже мог и три потерять. А Спартак получил уверенность на следующий матч. Не только «Спартак», и болельщики все получили уверенность. Мы, конечно, провожали нашу команду в Санкт-Петербург с надеждой. Да, вот ничейка, наверное, хорошо было бы. Но по игре, особенно по второму тайму, «Спартак» выглядел очень прилично. Очень. Но в этом вину, можно сказать, еще и «Зенитовскую». Они практически не сыграли хороший матч. Не знаю, по какой причине. И здесь не надо говорить о физическом состоянии. Ребята, это первая игра. Но что-то, чего-то не клеится. Все ожидали огненной игры от «Эль Классика» двух столиц. Увы, если «Спартак» с удовольствием увез очко из Санкт-Петербурга, то «Зенит» довольствовался малым. Выводы делает тренер. А лучшим джидрайв игроком «Зенита» в матче против «Спартака», по мнению болельщиков, стал Педро, который вышел на поле на 70-е минуте. Довольно красноречивый выбор. Генеральный партнер программы – компания «Газпромнефть». Друзья, а вы знали, что на АЗС-сети «Газпромнефть» кофе можно оплатить в мобильном приложении? Я в дорогу беру свою кружку. Это более экологично, чем одноразовые стаканчики. И к тому же дает скидку на кофе. Желаю всем вам приятного пути. Московский «Динамо» и «Локомотив» из тех команд, от которых ждут многого. Интересный состав, перспективные тренеры. Правда, оправдываются эти ожидания не всегда. «Динамовцы» в первой части чемпионата растеряли немало запланированных очков. А «Локомотив» умудряется раз за разом проводить в одной игре совершенно разные таймы. В одном эти команды схожи. Скучать болельщикам они точно не дают. Воскресное дерби не стало исключением. Белоголубые и красно-зеленые выдали на гора самый яркий матч тура. Главный судья матча – Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Марсел Личко вызывает симпатии своей работой. И в его «Динамо» сейчас футболисты преображаются. Посмотрите, Караскаль пришел из ЦСКА. Казалось бы, уже все потеряно для него в российском чемпионате. Но нет, он делает прекрасный голевой пас. Правда, удивляет Сильянов, как он пропустил. С мячом футболиста из «Динамо». И так 1-0. 1-0 уже ведет «Динамо». Биттелло забил. А это уже ответная атака «Локомотива» и «Митай». Во втором тайме «Локомотив» преобразился. Он стал больше атаковать. И здесь выход к воротам. Пас вдоль ворот. Сулейманов подставляет ногу. Но офсайт. Мяч не защита. Пас был от Техмезиана. И теперь Тюкавин показал, как можно закрывать мяч корпусом от защитников. Сделал паузу. Холоднокровно делает передачу. Вот сюда. Макарова. И тот. Удваивает счет. 2-0 ведет «Динамо». Пеняй справа делает передачу. И теперь же Маледдинов. Очень точно. Вот самую штангу. Посмотрите еще раз. Удар средней силы. Но вратарь бессилен. 2-1. И вообще концовка была за «Локомотивом». Вот еще одна атака. И передача. Хорошая передача. Как раз на Техмезиана. Но его опередил Фернандес. Еще раз смотрим. Вот умение защитника сыграть уверенно. Уверенно у своих ворот. А теперь Сарвели. Который вышел тоже на замену. То есть во втором тайме. Смотрите. Вышедший же Маледдинов. Сарвели. Они обострили игру. Но это уже на будущее. Для Галактионов. И вновь обратимся к нашему эксперту. Евгений Серафимович. Марсел Личко вызывает симпатии. А у вас? Он во всем вызывает симпатии. Он уже давно здесь. Самая главная симпатия даже не к футболу сейчас. А к некой политике. Когда ему начали говорить. Я все его интервью смотрю. Когда ему начали говорить. А вы же вот оттуда. Из Словакии. Из Чехии. Да. Из Чехии. И вы как? Все же против нас. Он говорит. А что? Они мою семью кормят что ли? Они мне еще будут все говорить. Где я должен работать на самом деле. Это настолько меня как бы на его сторону привлекло на самом деле. А дальше надо смотреть. Ведь смотри. Он проигрывал даже по-моему с «Зениту» что ли. С «Семь один» проигрывал с Оренбургом. А на следующую игру выходил. И как ни в чем не бывало. Оренбург там забивал 4-5 мячей. Вообще с приходом лички. С приходом факела в наш футбол. Что-то изменилось. Вот это пресловутый поставить автобус у своих ворот. И защитный футбол. Просто стало смотреть интересно в футбол. Вот одну вещь сейчас самую главную скажу. Когда-то я точно так же смотрел в туре 8 игр. И когда меня спрашивали, я сказал, вы знаете, на шести засыпал, на одном просыпался. И только один интересен был мне. Вот если сказать по этому туру даже. Там не сих столько и все. Я, честно говоря, на шести смотрел с удовольствием. На одном уже чуть-чуть так. А один только меня беспокоил. По большому счету засыпал на нем. Все наоборот. И именно благодаря таким людям, как личка. И теперь, значит, конкретно о Динамо. Кто тебе нравится сейчас в Динамо? Какие игроки? Ну, Тюкавин, понятно, растет все равно с возрастом. Это мальчишка из спортивной семьи. Кстати, я... Как-то была история. Я к сыну приехал в Крылатске. Иду, а Женька вдруг оборачивается, мой сын, и говорит. Ну, что-то кому-то, говорит, ты что, хочешь фотографироваться? Я понимаю, со мной на улице многие там фотографируются. Оборачиваюсь, стоит парень в динамских трусах и в динамской майке. Я говорю, Женя, а это кто? Он говорит, Тюкавин. Я обалдел. А оказывается, он там где-то... У него день рождения в этот день был. Он с пацанами его возраста шел куда-то в кафе. Я его взял, отвел и говорю, слушай, я тебе совет дам, как футболиста и возрастной, и как опытный. Найди кассеты, как играл Вагнер Лав. Нельзя все время бежать в штрафную площадь. Надо обязательно где-то отскочить, обыграться, завуалировать дальнейший твой ход. Я все-таки как-то что-то ему подсказывал. Но он растет, как игрок, без вопросов. Про «Локомотив» несколько слов. «Локомотив» понравился не сейчас, а понравился, когда только там собрались Дзюба, ему надо было доказывать. Вообще, футболист хорош, когда ему надо что-то доказывать. Когда пришли Глушенков, Пеняев, да, они просто как будто... Да еще и Дзюба вел себя подобающе, как дядь-ка-наставник с ними. А потом как-то все это стало растворяться и растворяться. Что-то чего-то нету роста какого-то. Но говорить об одной игре, и именно об игре, которая открывает этот отрезок чемпионата, не приходится, потому что в это время еще люди не наигрались, еще не вышли на какой-то пик формы или чего-то. Надо посмотреть. Но в этой игре «Динамо» был посильнее на самом деле. Ростов. Теперь и в России есть Роналдо. Крылья Советов. Начало тревожное. ЦСКА. Опять на те же грабли. Оренбург. Чудо спасения и чудо гол. Первая часть наших заметок на полях. Стартовый матч тура «Ростов-Крылья Советов» ознаменовало появление на трибуне девочки, сильно напоминавшие ребенка, который ищет отца. Так или иначе, но Байрамян в этой игре был на поле весьма заметной фигурой. На исходе первого получаса Щетинин выполнил угловой, и Голенков переправил мяч в сетку, всем своим видом показывая, «Я тут ни при чем. Сами виноваты, что не помешали мне пробить». Повтор подтверждает, а ворона гостей и впрямь действовала в этот день не самым лучшим образом. Как, впрочем, и нападение. По-настоящему опасный момент у ворот Ростова возник лишь во втором тайме, когда Салтыков заставил Письякова проявить все свое мастерство. Удар и впрямь был хорош, мяч летел из-за чистокола ног в неприкрытый угол. Однако руки вратаря прилетели туда первыми. Более серьезной работы ростовскому голкиперу самарцы предложить не смогли, а вот у собственных ворот продолжали пожарить. Байрамян мог стать героем встречи, если бы после ошибки Бабкина не стал подрабатывать мяч, а ударил сразу. Еще одна атака хозяев поля вновь вызвала панику в оборонительных рядах гостей. Мяч отбивали куда попало. Попало в Щетинина, для которого это оказалось полной неожиданностью. Куда ему надо было бить, показал Карпин. Но это было уже после, а показывать надо было до, чтобы Щетинин потом не хватался за голову. И все же ростовчане добились своего. Очередной заброс мяча в штрафную, очередная суета в самарских рядах. И с четвертой попытки мяч все же находит дорогу в сетку. Причем не без помощи защитника Евгеньева. Ростов в этом сезоне не часто дарит землякам победы, поэтому было чему порадоваться. Что же касается авторства гола, то на табло записали фамилию Комарова, хотя Евгеньев мог бы с этим поспорить. Так или иначе, 2-0 и плюс 3 очка Ростову. Если кто-то думал, что в матче ЦСКА Оренбург результат предсказуем, он ошибался. Уверенно предсказать можно было лишь то, что армейцы большую часть матча проведут в атаке. Ведь по результативности ЦСКА уступает в РПЛ только крыльям и зениту. Но на сей раз нападение москвичей выглядело довольно беззубо. А вот Оренбург, команда домашняя, в столице не стушевался. Вера не раз приглашал защитников станцевать аргентинское танго, выделяясь на поле не только цветом волос, в тон любимого свитера бывшего тренера Лички. Армейцы надеялись на стандарты, но и тут исполнителей подводила точность прицела. 80 минут интенсивной позиционной борьбы завершились бурной 10-минутной развязкой. Заболотный пригласил к атаке Мусаева, приглашение было принято, а мяч отправлен в ворота. Голкипер Оренбурга Сысуев до последнего сторожил дальний угол, надеясь, что ближние прикроют защитники, а зря. Принято считать, что по такой игре 1-0 – это победа, но Оренбург отзеркалил пропущенный мяч. Такой же навес со своей половины, скидка Хатулева и Перес в касание забросил мяч за спину Акинфееву. Остается загадкой, планировал ли аргентинец такой полет мяча, или просто на удачу подставил ногу, но удача его не оставила. 1-1 на последней минуте. На радость Оренбургу и Эквадору. Краснодар похож на могучего быка, которому стреножили ноги. Сила и мощь налицо. Что же не дает проявить себя в полную силу? В прошлой программе Константин Генщ дал свой ответ. Краснодарцы никак не могут поверить. Неужели это мы первые? Матч с Рубином показал – страх потерять лидерство иногда действительно лишает мастерства. Алексей Сухой – главный судья этой встречи, он арбитр из Люберец. Ну, а Краснодар – лидер чемпионата. И как сыграет Рубин? Рубин, кстати говоря, был очень таким неожиданным, крепким орешком для соперников. В первой части. Этого первенства. Ну, и Дюпин совсем неплохо играл в воротах. И сейчас, поначалу, в этой встрече он тоже отличался. Хотя здесь, конечно, мяч попал в штангу. И все же Рубин иногда огрызался. И вот сейчас потрясающий удар будет. И Матвей Сафонов в таком высоком прыжке в левый от него угол почти из девятки выбивает мяч. А Лусягун рядом с вратарем. И еще подача одна. И опять мяч летит в перекладин. Выше ворота. Краснодар поддерживаем своими болельщиками. Конечно, аншлаг. Играет лидер. И уверен в себе. К сожалению, Кордбетт был дисквалифицирован. Не выступал в этом матче лучшим бомбардиром команды. А здесь великолепный пас. И надо же, Дюпин допустил такую грубейшую ошибку. Зачем он сильно хотел пробить по мячу? Мне кажется, не надо было сильно. Просто аккуратно откинуть. Но с таким замахом. Вот смотрите еще раз. А пас от Алонса идет. Великолепный пас от защитника Алонса. Но вот здесь. Почему Дюпин хотел так сильно пробить? Он мог сильно просто откинуть мяч в сторону. Ошибся. А Лосюгун выполнил свою работу. 1-0. 1-0. И ведь этот единственный мяч мог быть и единственным в этой встрече. Если бы не соперник. Все-таки Рубин, вы знаете, под руководством Арахимова доставляет много неприятностей. Для других команд. А ведь Рубин дебютант в этом году-то. Пришел из низшей лиги. На 16-й минуте Петров, воспитанник петербургского футбола, опытный игрок Краснодара, покинул поле. Но это не сказалось. Не сказалось на игре в обороне. О, какая ошибка. Как поторопился сейчас Спиртян. Тоже не хватило хладнокровия. Но вот здесь здорово в этом эпизоде подставляет корпус. И казалось бы, да, отдай мяч. Рядом Олусюгун. Но он же не видит. Он смотрит на мяч сам. И еще один. А теперь же Дюпин подставляет ногу. Мяч летел в ворота. Стандартное положение. Каким надо быть внимательным защитником. Но в этой ситуации великолепно играет Матвей Сафонов. Прекрасная реакция на удар Зотова. Но посмотрите. Но атака Рубина продолжается. Еще один угловой. И теперь бессилен и Сафонов. Пятый номер. Ашурматов. Он оказался неприкрытым. И послал мяч в ворота. 1-1. Теряет очень важные очки Краснодар. Но Рубин-то. Рубин приобретает очень ценное для себя очко. Евгений Серафимович. Краснодар может стать чемпионом. Есть потенциал? Ну потенциал есть. И хорошая работа тренера. Вопросов нет. Конечно, очень большое значение имеет. Есть в составе Кордоба или нет. Это вообще считаю лучшим нападающим в нашем чемпионате сейчас. Удивительный человек. Хватается за мячи. Цепляется за них буквально. Но ведь Краснодар не только им ценен. Там и Спиртиан, который подносит снарядов. И другие. И Третий Кривцов. В какие-то игры очень хорош. Да, есть свои воспитанники своего клуба. И они играли в этом. Но они добавляют туда. Они все равно покупают игроков. Сказать, что мне кто-то так вот запомнил в связи с иностранцев. Ну не скажу. Потому что такого преимущества, даже при том, что они 1-0 вели, у Краснодара не было. Могут ли они стать чемпионами? Могут. По одной причине. Если и Зенит будет невзрачен. Только. Мне совершенно очевидно, что, да, тренер выжил из этих ребят. Ну не то, что он их за глотку взял и выжил. Но в игровом плане выжил, что они результат дают. И выигрывают по 1-0 и прочие дела. Но при этом все равно мне думается, что если Зенит заиграет в полную силу, он сильнее. А Рахимов, несколько слов про Рубин. Знаешь, это человек думающий. Человек, который уже опытом определенным обладает. И естественно, когда он принял команду, она ему досталась от предыдущего тренера. Это одно. Но когда он увидел, где есть тонкие места, и все равно они кого-то подкупили же на самом деле. И самое главное, его работа видна. Ведь проигрывая, да, команда-то все равно не сушевалась, не подняла руки, не сдалась. Она такая боевая и такая, едкая такая команда, да, она будет биться все время. Потому что характер у этого тренера... У меня вот убеждение. Команда по характеру такая же, как ее тренер. Вот как Валерий Газаев был в ЦСКА, да, вот она такая же была команда. И здесь у Рахимова точно такая же. Поэтому совершенно не верю, что они будут стоять на вылече. Поблагодарив нашего эксперта, выскажем теплые слова и в адрес наших верных зрителей. А тем, кто пока недавно с нами скажет, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обратная связь с вами важна для нас. Ахмат и Урал, товарищи по осенним несчастьям. Вряд ли убедили болельщиков, что все их проблемы остались в прошлом. И те, и другие предстали в хорошо знакомых составах с минимумом перемен. В Урале объявился Ионов. В свои 35 вынуждены идти на понижение. После его подачи Филипенко проверил состояние Шелия. Но голкипер Грозненцев последний, кого можно винить за место команды в турнирной таблице. Он был и остается в полном порядке. Да и в целом Ахмат укомплектован неплохо. Посмотрите на пас, которым Тодорович выбил Канате один на один с вратарем. Увы, Канате сразу понял, гол не засчитают. Но не вина Тодоровича, что буркинеец залез в офсайт. А теперь полюбуйтесь, что сотворил Семенов после того, как бразильский новобранец Ахмата Ловат попал мячом в стенку. Готовы? Смотрите. Неудивительно, что Семенова чуть не разорвали на части. В скудном на голы 19-м туре несложно попасть в наш топ-6 красивых голов. Однако с таким достижением можно претендовать не только на участие, но и на безоговорочную победу. Второе достижение Семенова в отчетном матче – желтая карточка за жаркие объятия с убегавшим в опасную атаку Каштановым. Любопытно, что почти во всех отчетах сказано «схватил соперника руками». Интересно, а чем еще можно схватить? Урал не предъявил козырей, которые помогли бы ему, как часто водится в последнее время, сравнять счет в последние мгновения перед финальным свистком. Удар Мишкича козырным точно не назовешь. 1-0 в пользу хозяев. Первые 20 минут Нижний Новгород и Воронеж присматривались друг к другу, а хозяева еще и к партнерам по команде. В их стартовом составе по сравнению с последним матчем декабря сменились семеро. Неудивительно, что факел первым нашел себя. Нарушение майга на фланге обошлось нижегородцам дорого. Прилетевший в штрафную мяч принял единственный легионер факела Сенаджи. Скрытый удар через ноги защитников Нигматуллин отбил, совершив маленький подвиг, но Якимов обесценил достижение вратаря. Пока лауреаты отмечали свое достижение, защитники нижегородцев обсуждали между собой, кто из них должен был держать Якимова и почему этого не сделал. Хозяева до перерыва так и не нашли, чем ответить, если не считать удар Баселли на удачу на последних секундах игрового времени. Удача могла бы и прийти, если бы и Белинов оказался чуть более беспечным. Выловленный вратарем мяч упал на самую ленточку. То, что не удалось в первом тайме, случилось во втором. Гол хозяев был очень похож на гостевой. Мяч со стандарта прилетает в штрафную и со второй попытки оказывается в сетке. Гацук убрал с дороги судью, мешает праздновать. Судья действительно не прав. Первый гол защитника за 18 проведенных матчей просто грех было стоять на его пути. Счет 1-1 следует признать справедливым. На большие соперники не наиграли, а меньшего не заслужили. До зимнего антракта Балтика и Сочи вместе забили на 5 мячей меньше, чем одни крылья советов. Очная встреча обновленных команд показала почему. Один из немногих уцелевших в составе Сочи, Краморич, если будет продолжать в том же духе, тоже не уцелеет. Не сумев расстрелять ворота в упор, Краморич попробовал попасть в них с дальней дистанции и вновь не смог переиграть латышонка. Неугомонный Краморич поучаствовал и в третьей атаке гостей, который обязан был завершать новобранец Кордова. Не путать с Кордобой. Но и тут галкипер Балтики действовал выше всяких похвал. Чего не скажешь о его партнерах. В зачет хозяйскому нападению можно занести разве что удар Фернандеса со штрафного, но заболотный оказался на чеку. А что же новички? Массовую закупку которых произвели в Калининграде. Запомнившийся по рубину Фомейе на сей раз смог послать в сетку только сочинского вратаря. Попытка хозяев вырвать победу в компенсированное время натолкнулась на категорические возражения Заболотного. В общем, лучшими в этом матче были вратари, которые и добыли по одному очку на каждого. И вряд ли кто-то этим доволен. Девятнадцатый тур Мир Чемпионата России оказался на редкость миролюбивым. Пять ничьих. Что повысило цену победы для тех, кто смог ее одержать. Всего за один тур чемпионская гонка двух клубов превратилась в состязание как минимум на троих. Теперь «Динамо» ровно на таком же расстоянии от «Зенита», на котором «Зенит» от «Краснодара». Между первым и третьим клубом четыре очка. «Спартак» приобрел в Петербурге не только очко, но и нечто более важное – уверенность в своих силах. Так что вполне может сесть на колесо. Вторая половина таблицы не только отделилась от первой, но и демонстрирует стремление разойтись на благодушных середняков и кандидатов в неудачники. Балтика и Сочи, как двое утопающих, потянули на дно сами себя. Как именно советует переправить в Россию промеса Валерий Овчинников? Что конкретно сказал Гринвуду Беллингем? Каким магическим качеством обладает Станислав Черчесов? И сколько раз звали в Зенит Глушакова? И что однажды сказал своей невесте в 12 часов ночи Игорь Акинфеев? Ответы в рубрике «Усы столицы» от нашего шеф-редактора программы Олега Солода. Футбольная столица вновь приветствует своих зрителей в специальной сети для тех, кто любит играть в футбол словами. Главной новостью первой футбольной недели стали похождения спартаковского футболиста Квинси Промеса в Объединенных Арабских Эмиратах, где он, получив за несколько дней до того десятку от нидерландского правосудия, решил добавить себе еще трешку за побег с места ДТП. Только самый ленивый не обсудил после этого, как должны поступить со столь токсичным активом владельцы «Спартака». Самым откровенным стал комментарий российского тренера Валерия Овчинникова, вероятно, вспомнившего собственный опыт из 90-х. Надо в целлофановый мешок запаковать его и переправить в Россию. О том, не повлияет ли это на имидж РПЛ, Валерий Викторович тоже высказался. «Мы чистые Бармалеи! Ну какая имиджевая история!» Что ж, человек, известный в футбольных кругах по прозвищу Борман, знает, что говорит. В испанском футболе, в отличие от российского, в сложных ситуациях простых ходов не ищут. После матча «Хитафериал» Ла Лига наняла не кого-нибудь, а экспертов по чтению по губам, чтобы выяснить, действительно ли во время игры Беллингем назвал Гринвуда насильником. И потерпела фиаско. Цитирую. «Два нанятых эксперта по чтению по губам дали разные заключения по поводу того, что Беллингем сказал Гринвуду. Один считает, что мусор – раббиш, другой, что насильник – рэпист». Испанцы могли бы сэкономить время, если бы вместо двух этих научных мужей привлекли к делу бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова, который недавно заявил. «Я всегда знаю все, но футболисты об этом не догадываются. Он к тебе зашел, а у него по лбу строка бегает. Все написано». Поскольку Станислав Саламович владеет иностранными языками, в том, что написано на лбу Беллингема, он уж как-нибудь бы разобрался. А вот Денис Глушаков, ныне полузащитник армянского Урарту, ничего ни от кого не скрывает. И потому сделал сенсационное признание о неоднократном получении приглашений из Санкт-Петербурга. «Меня три раза звали туда. Я рад, как все в итоге у меня сложилось. Я никогда не пойду в «Зенит». Да и меня не позовут». С последним трудно не согласиться. Что же касается приглашений, то, что Дениса призывали в «Зенит» трижды, придает процессу мистический окрас. Так обычно вызывают духов из преисподней. Вероятно, не срослось как раз потому, что в то время Глушаков находился в райских условиях. А вот после попадания в Урарту я бы на месте зенитовских руководителей остерегся произносить его имя трижды подряд. В заключении нельзя не вспомнить о романтичном празднике, который ожидает нас в пятницу. Романтичны ли футболисты? Ответ на этот вопрос дает воспоминания вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева о том, как он готовился предложить руку и сердце своей будущей жене. «Я купил кольцо и дней пять ходил и не понимал, как это сделать. Дождался двенадцати ночи шестого дня, как я купил кольцо и решился, думаю, будь что будет. Она мыла посуду. Я в двенадцать ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это супер романтика была». Дорогие женщины, вы с этим согласны? Ответы можете оставлять в комментариях. На сегодня это все. F-сеть. Всегда ВКонтакте со звездами. Что тур двадцатый нам готовит? Южное дерби. Ростов-Краснодар. Визит ЦСКА в Самару. Встреча Спартака с факелом в Лужниках. Урал против Зенита, который не побеждал тридцать три года. Набравшая ход Динамо против Ахмата. Московский локомотив против испанского Сочи. Взаков взлетевший Рубин примет скромный в гостях Нижний Новгород. И, наконец, битва висящих над пропастью Оренбург-Балтика. Выбирайте и смотрите. Футбол – игра, которую мы любим. С любимыми не расставайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вы знаете, что самая популярная среди автомобилистов емкость – четырехлитровая канистра моторных масел «Газпромнефть». И имеет она дополнительную защиту от подделок. Современная технология позволяет на сто процентов гарантировать покупателю качество масла. Проверить продукт просто. Найдите на этикетке полоску с защитным слоем, сотрите его и получите доступ к коду. Введите уникальный код в форму на сайте «Газпромнефтьoil.ru» и нажмите кнопку «Проверить код». В течение одной минуты вы получите информацию о подлинности купленного продукта. Это же можно сделать с помощью СМС. Отправьте код с помощью бесплатного СМС на номер 3888 и дождитесь ответного сообщения. Моторные масла «Газпромнефть» – уверенность миллионов по всему миру. СМС «Газпромнефть»